Кохлеарную имплантацию применяют, как правило, в тех случаях, когда не помогают даже слуховые аппараты. Подобные операции в нашей стране проводятся уже более 10 лет. Но по сей день основной проблемой остается слабая реабилитация после хирургического вмешательства. Реабилитация у нас очень долгосрочная, она должна быть непрерывной, потому что ребенок все, что учит, целый год наработки его, если он вдруг неделю останется без процессора или без занятий, он все это забывает быстро. Потому что слуховая память у наших детей короткая. А реабилитация занимается у нас, сейчас есть коррекционный кабинет, потом на базе по МПК есть кабинет. Но этого недостаточно для наших детей. Свой ребенок, потому что с имплантами, я из-за нее стала этим заниматься. Потому что когда мы прооперировались, это было очень сложно, не было тогда вообще ничего. Каждую запчасть мы заказывали в Москву. Сейчас же пациентам проводится хирургическое вмешательство по внедрению импланта за государственный счет. Это порядка 30 тысяч долларов. Кроме того, государство оплачивает замену наружной части аппарата один раз в пять лет. К слову, на конференцию пригласили специалистов из соседней России, которые делились наработанным опытом в этом направлении. Я сама родитель девочки, у которой очень много нарушений развития врожденных. И некоторое время я была такой же совершенно мамой, как и все остальные, кто столкнулся с этой проблемой. Но у нас все сложилось хорошо, и мне при этом помогли профессиональные навыки. Я профессиональный психолог. Сама проблема сама по себе, она в целом решена, как в России, так и в Казахстане. У нас существует возможность получать импланты, в этом помогает государство. Пока остается проблемой то, что, конечно, это не на всей территории. И Казахстан, и Россия – огромные страны. И до сих пор есть не только села и деревни, но и города, где педагогов очень не хватает. В ходе конференции состоялась презентация фильма «Пусть мир услышит». Отметим, что всего в области проживают около ста детей и взрослых, которые пользуются системами кохлеарной имплантации. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актубе. Иллюмитен полканты, бюджет.